Сокращение числа бездомных животных на улицах Сарова. Такую цель ставят перед собой и представители власти, и волонтеры, которые занимаются брошенными собаками и кошками. То, что делают добровольцы сейчас, принимают под свою опеку и пытаются пристроить котят и щенков, проблему бесконтрольного размножения не решает. Взрослые животные остаются жить на улице. Основной вопрос и решение этой проблемы – это именно стерилизация и кастрация уличных животных, не допущение их дальнейшего размножения. Уличное животное, которое несколько лет живет на улице, оно уже приспособилось к этому. И пристроить в дом такое животное достаточно сложно, потому что условия квартирного содержания не подходят. Именно стерилизация и кастрация таких животных, по мнению волонтеров, поможет со временем убрать с наших улиц бездомных собак и кошек. Работа в этом направлении уже ведется. Помощь оказывают добровольцы, собирая деньги на операции и ветеринарные клиники. К программе присоединился и госветуправление. Напомним, сейчас решается вопрос о передаче ему приемника. Госветуправление также занимается и отловом животных с улиц по контракту с администрацией. После того, как безтравмировано мы отлавливаем животных, мы их доставляем на содержание в приют, где их кормят, поезд содержат. В течение 10 дней эти животные находятся здесь на карантине. После истечения 10 дней проводится кастрация, стерилизация этих животных. Затем еще наблюдение производим 10 дней. Где-то подлечить кого-то надо или еще что-то. И потом проявляем против бешенства. И как бы на этом наша миссия заканчивается. Чтобы граждане не волновались за судьбу пойманных животных, комитет Госветнадзора создал специальный сайт Госвет 52, на котором выставляют всех отловленных животных. Любой человек может проверить, как животное содержится, отследить его дальнейшую судьбу и, возможно, выбрать на этом портале себе домашнего любимца. Это не как раньше. Там, допустим, можно было усыпить или еще что-то сделать. Все граждане сейчас этого очень боятся и вспоминают. Сейчас это категорически запрещено. И усыпления, как такового, практически не бывает. Потому что это нужно быть или травмированным животным, травм, который несовместим с дальнейшей жизнью, или быть инфицированным болезнями, в общем, для человека и животных. Но, как говорят сами специалисты Госветуправления, выезжая на место, они часто там не находят животных. Бездомные собаки достаточно умны. Понимая, что их будут ловить, они убегают. Выход предложили волонтеры и сотрудники приемника. Опять же, отловить дикую кошку, которая, ну, боится людей, там, диких котят, собак, это практически нереально. Потому что они кусаются, они борются за свою жизнь, и, ну, это невозможно. Будешь вся покусанная, и будут проблемы. Вот. Поэтому... А есть люди, которые кормят этих животных, к которым они привыкли. То есть они к ним подходят, люди могут их погладить, знают там в определенное время, в какое они приезжают. И в этот момент, возможно, это животное изъять с улицы. Но этим же, опять же, будет заниматься Госветуправление совместно с врачом. Горожане, которые поддерживают эту идею, сами подкармливают бездомных животных и готовы посодействовать в их поимке, могут обратиться по телефону 6-12-10. Отлавливать животных будут по графику, исходя из наличия свободных вольеров. Продолжение следует...